Здравствуйте, меня зовут Таня Кратеева, я редактор соцсетей Школы Бэнд. Пока вы присоединяетесь, напишите, пожалуйста, в чате, как нас видно, слышно, и мы начнём. Сегодня наша открытая лекция пройдёт в формате круглого стола, поэтому мы надеемся на ваше активное участие, на ваши вопросы. Вы уже нам задавали вопросы, которые мы обязательно озвучим в эфире, и также будем ждать от вас инициативы. Наши замечательные гости – представительницы крупных российских детских издательств. Я чуть позже их представлю. И сегодня они расскажут о том, на какие темы и на какие сюжеты сейчас самый большой читательский спрос, поэтому будьте внимательны и обязательно всё записывайте. И также они дадут рекомендации начинающим акторам. Вначале же я пару слов скажу о нашем курсе, который начинается 26 января. Это литературная мастерская «Как написать детскую книгу». И студенты нашего курса в финалу пишут первый черновик детской книги. Он примерно около 20-40 тысяч знаков. Также у вас будет обратная связь от редактора на каждое задание, и лучшие рукописи будут участвовать в нашем финальном пичинге с издателями. И, возможно, именно вы получите предложение на публикацию. Сейчас мы в чате сбросим пылочков, в которые можно присоединиться. И также небольшой наш подарок сегодня всем присутствующим. Это скидка 10%, которая будет действовать до 23 января. И промокод «Лабирин». Так что, кто хотел присоединиться, обязательно присоединяйтесь. Так, ну а мы сейчас переходим к нашим гостям. Хотела бы вам их представить. Итак, у нас сегодня в гостях Екатерина Бунтман. Это главный редактор издательства «Лабиринт Пресс». Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Отлично, вас слышно. Следующий наш гость – Ольга Дворнякова. Это директор издательства «Абрказябра». Ольга, добрый вечер. Добрый вечер всем. И Наталья Эйквольд. Это генеральный директор издательства «Пять четвертей». Добрый вечер, Наталья. Да, всем здравствуйте. Итак, друзья, мы начинаем. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. А я бы хотела вначале попросить рассказать вас немного о ваших издательствах, возможно, о редакционном портфеле или какие-то короткие интересные факты, которые хотелось бы озвучить. Ольга, давайте начнем тогда с вас. Ольга, слышите нас? Наталья, тогда давайте начнем с вас. Ольга, сейчас переподключится. Да, я с радостью. На самом деле, вы когда сказали про крупные издательства, я не примазываюсь. «Пять четвертей» – это не крупное издательство. Оно совсем, в общем, молодое, весьма крошечное. Но, видать, крайне амбициозное. Чем мы занимаемся? Мы издаем прозу для детей и подростков. Начиная со школьного возраста у нас либо нет, либо почти нет дошколки. И заканчивая, соответственно, тем, что сегодня ее принято называть «Янг Эдлт». То есть это книги 16-24 в таком диапазоне, молодые и взрослые. И преимущественно это отечественная литература. Не то чтобы это какая-то суровая политика. Просто так исторически сложилось. Потому что издательство было основано в карантин. И сначала было очень сложно подписывать зарубежные контракты. Они у нас, конечно, есть, но их просто доля сегодня стремится к нулю. Потом тоже появился ряд новых сложностей с заключением контракта за границей. Вот уже после февральских событий. И, собственно говоря, мы пока просто не добираемся до зарубежки. Ну, просто потому что у нас большой объем рукописей. И так в работе, и на почте. И мы, в общем, читаем самотек. Не сказать, что с удовольствием, но читаем. И, в общем, это большая часть нашей работы. Работа и с авторами-дебютантами. И с авторами, которые только там какие-то свои первые шаги совсем делают. Может быть, не совсем удачные. Мы достаточно часто просим и переработать текст. Если нам кажется, что у него есть потенциал. И потом после этого мы его перечитываем. Ну, то есть как-то мы вот эту работу тоже ведем. Вот. А так, ну, то есть если коротко, то это современная детско-подростковая проза для школьников и старших. Плюс у нас есть ряд каких-то проектов, которые немного выезжают за вот эти строго очерченные рамки. Ну, как, в общем-то, и в любом другом издательстве. Иногда мы просто издаем то, что нам очень нравится и хочется издать. Потому что нам кажется, что это заслуживает внимания. Ну, пожалуй, все по темам. Мы говорим обо всем. То есть у нас как есть как фантастика, так и реализм, как какая-то социальная проза, так и достаточно какие-то смешные легкие вещи, так и романтическая проза. Ну, то есть как-то мы стараемся достаточно широко изображать палитру литературных вкусов, отвечая на тот запрос, который у нас есть и от читателей, и, ну, как бы анализируя те темы, о которых говорят сегодняшние писатели. Спасибо большое. Я думаю, что мы про тему еще немного подробнее поговорим. Ольга, давайте продолжим про издательство Абраказябра. Расскажите, пожалуйста, про ваш издательский портфель. Мы занимаемся по большей части познавательной литературой для детей, но это не только энциклопедии и не только традиционные познавательные книжки, которые рассказывают, ну, чья тематика это только динозавры, например, или что-нибудь еще, или физика. На самом деле наши интересы шире, мы издаем еще художественные тексты, которые включают в себя какой-то познавательный компонент. То есть это могут быть исторические приключения, это могут быть какие-то приключения на природе, ну, что-то вот похожее на Карика и Валю, да, то есть это приключения, которые помогают ребенку познакомиться с окружающим миром, глубже узнать что-то интересное по определенной тематике, по какому-то направлению. Это и научно-познавательные тексты, я все-таки их разделяю, есть художественный текст, который расскажет вашему ребенку о том, как жили древние египтяне, вот, а есть, ну, в формате художественной прозы, да, есть научно-познавательный текст, который, ну, как бы все-таки это несколько другой формат, это такое, скажем, познавательное эссе, но нельзя сказать, что это энциклопедия. Вот, мы тоже, в общем, как и сказала Наталья передо мной, тоже не очень строго придерживаемся вот этих вот своих границ, своих направлений. У нас есть и хорошие игровые книжки, например, у нас есть отличная серия сказок «Квест», которая дает читателю возможность выбрать, как поступит герой, очень известных, самых известных сказок мировых, таких как «Красный шапочка», «Золушка», «Дюймовочка», «Мальчик с пальчиком» и так далее. Наши авторы, это на данный момент на 100% авторы, которые пишут на русском языке. Абра-казябра появилась два года назад, и мы, может, и хотели бы расширить свой портфель за счет переводных текстов, но пока у нас это не складывается. Но, тем не менее, мы, конечно, были бы заинтересованы и в каких-то интересных переводных изданиях тоже. Тем не менее, на данный момент мы сейчас работаем примерно со 100 российскими проектами и всегда рады новым интересным идеям от российских авторов. У нас не так много известных, широко известных имен среди наших авторов. Мы, скорее, издательство, которое работает с авторами-экспертами, с авторами-дебютантами, с экспертами в какой-то теме. У нас есть чудесные биологи, математики, физики, с которыми мы создаем интересные проекты, которые помогают детям, помогают открывать мир науки, мир знаний. Ну и, конечно, есть у нас достаточно популярные, известные авторы, которые пишут детскую, подростковую, хорошую художественную прозу. И мы всегда, как я уже сказала, рады новым людям. В общем-то, как бы мы не просто рады, мы даже делаем все для того, чтобы к нам приходило как можно больше новых людей, новых авторов, новых иллюстраторов. Мы вот только что закончили подведение итогов литературного конкурса издательства «Браказябра», куда можно было подсылать тексты. Вся информация есть на нашем сайте. В следующем году мы намереваемся повторить. Это было интересно. И мы таким образом уже познакомились с определенным числом интересных, совершенно новых для нас авторов. Ольга, спасибо огромное. Екатерина, давайте теперь пойдем к издательству «Лабиринт Пресс». Расскажите, пожалуйста, про ваш издательский портфель. Издательство «Лабиринт Пресс» постарше будет, чем мои коллеги. Это страшно сказать. Издательство «Лабиринт Пресс» больше 25 лет. Понятно, что о такой конструкции очень трудно и не надо говорить как об одном издательстве, потому что все менялось много раз. Я из этих 25 лет сама застала 20 здесь, на этом месте. И все, что у нас всегда было, у нас всегда были детские книги. И в этом вопросе нельзя сказать, что мы как-то радикально менялись. Хотя росли, безусловно. Из того, с чем мы сейчас работаем и как мы работаем, наверное, проще сказать, чего у нас нет. У нас нет вот этих самых прекрасных книг в жанре Young Adult. Как-то мы до них сами еще не доросли, потому что все время оказывается, что закрывать вот эту огромную дошкольную нишу нашими хрупкими телами – это уже, в общем, довольно неподъемная задача. Тем не менее, у нас есть книги, которые, как ни странно, охватывают и большую аудиторию. Просто странно было бы говорить про них, как про книги для Young Adult или книги для взрослых. Мы называем это чем-то для семейного чтения. Возможно, эти книги многим знакомы. Это такие большие, комментированные, интерактивные исторические проекты. И про такую книгу едва ли скажешь, что она действительно… Мы намечтали себе такого читателя лет 9-12, когда начинали эту работу. Но потом обнаружили, что читают их, конечно, всей семьей, читают их охотно. И взрослые – это отличный опыт комментирования такого и понятного, и вполне в духе традиционного детского научпопа. Но поскольку мы стараемся писать так, чтобы нам самим было интересно это читать, взрослые читают это тоже с удовольствием. В этом направлении понятно, что мы работаем с большим количеством и приглашенных авторов, и собственных штатных авторов. Но это всегда такая история. Вот если кто-то захочет себя принести на этот алтарь, мы тоже всегда рады и всегда таких людей вокруг себя собираем. Но это в большей степени такая работа не по вдохновению, а по розыску всяких удивительных особенностей разных эпох. В остальном, из того, что мы делаем, ну вот это все бесконечное детство, от раннего младенчества до школы и дальше, мы, поскольку мы такие матерые, мы богаты иностранными правами, все еще богаты, несмотря на все события. Поэтому эту работу мы, конечно, продолжаем. У нас есть такие постоянные партнеры зарубежные, не только в смысле издателей, но и в смысле авторов, с которыми мы ужасно рады воссоединяться снова и снова. Но делаем мы, разумеется, с отечественными авторами, с большим удовольствием и малышовые книжки, и такие познавательные, ну такой вот разный, не вполне традиционный, но прекрасный нон-фикшн. Мы были бы рады хорошей современной прозе, а кто бы ей не был бы рад. Мы читаем то, что Наталья назвала самотеком. Да, это не всегда легкое чтение. Хуже, когда мы смеемся, когда это читаем. Но мы честно читаем все, что нам присылают. И были бы рады какому-то взаимодействию здесь, потому что и книги для самых маленьких, и книги для школьников младших, и средних школьников. Не вижу препятствий. Я имею в виду художественную литературу. Я не вижу препятствий к тому, чтобы она у нас была. Но вот как-то пока только на аниве нон-фикшн и в области малышей мы встретили свою любовь из молодых российских авторов. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо всем. Когда переходим к вашим вопросам. Дорогие друзья, Один из главных вопросов, который часто задают, как раз о нем уже упомянули. Вот я прислала рукопись на общую почту. Как вообще дальше проходит с ней работа? И вот здесь Юлия спрашивает в чате, какое количество рукописей приходит самотеком ежемесячно, и сколько из них в среднем проходит отбор? Ольга, может быть, давайте тогда с вас начнем. Как у вас обстоят дела? Смотрите, ну, где-то около 50 текстов приходят к нам в месяц. И, ну, хорошо, если один, это какой-то интересный текст, который мы, по крайней мере, обсуждаем. Это не значит, что мы обязательно сразу берем работу и делаем книжку с автором, заключаем договор. Но, тем не менее, это повод для общения. Уточняем детали, предлагаем какие-то идеи по доработке, немножко по корректировке. Бывает, что нужно что-то поправить, и тогда, в общем-то, может получиться какое-то сотрудничество. Вот. По поводу общей почты. Почта у нас... Почта у нас две. Одна из них на сайте висит, куда можно присылать тексты. Ее разбираю я. Есть другая почта. В общем, она висит в наших социальных сетях. Ее тоже разбираю лично я. Поэтому никак невозможно считать, что это какой-то замусоренный почтовый ящик. Оба ящика – это мои рабочие ящики. Извините за повтор. Вот. Поэтому пишите. Единственное, конечно, невозможно никак не обещать, не гарантировать скорость разбора, потому что рукописи приходят неравномерно. Есть и другая работа. И если уже перед вами скопилась пробка, скажем, 100 текстов, то я разбираю их по порядку. В календарном, так сказать, порядке поступления. И было бы неправильно читать последние тексты, потому что авторы очень любят отправить текст, а потом 10 раз спрашивать, особенно через социальные сети. А вы получили мое письмо? Ольга, спасибо большое. Екатерина, как у вас с самочоком? У нас есть один общий адрес. Он вывешен на сайте. Его легко найти. И на сайте Лабиринт.ру, мне кажется, он тоже есть. Ну и мы совершенно открыты в соцсетях. Поэтому если кто-то где-то что-то не нашел, нас спрашивают, мы отвечаем. Нам приходит, ну, пожалуй, вот, наверное, как Ольга и сказала, да, нам приходит около 50 текстов или предложений в месяц. Ну, вот как-то так. Иногда бывает больше, иногда бывают какие-то урожайные времена. Нам проще, поскольку мы работаем довольно много с малышами, там нельзя сказать, что вот это какая-то неподъемная работа прочесть все это и оперативно отреагировать. Но действительно, вот не то, что спасибо, если один, а спасибо, если один в несколько месяцев текст или какое-то предложение вызывает наш интерес. И тоже, да, мы не бросаемся прямо тут же отправлять это все в типографию в том виде, в котором оно пришло, потому что на наших полях важно еще, пришел ли человек с иллюстратором, сам ли он это нарисовал, потому что, может быть, и написал, и нарисовал. Это, в общем, не редкость в авторской детской книге. Кого мы с ним соединим, что мы будем с этим делать? Отвечаем мы всегда только тем, кто нам интересен. Мне кажется, что мы довольно определенно пишем это везде, потому что, понятно, мы не можем ответить каждому. И когда нам звонят и пишут, и спрашивают, как же там вот кровиночка моя, что же вы мне ничего не отвечаете, если кровиночка нам вот прям совсем никуда, и мы понимаем это, то есть даже не то, что вот это прекрасно, мы не понимаем, куда это вставить, но здравствуйте, давайте знакомиться. Если книга нам совсем-совсем не подходит, мы не отвечаем ничего, простите. Мы, разумеется, свяжемся, даже если мы в каком-нибудь ужасном циклоте и ничего не понимаем, что делать прямо сейчас с этим текстом, но он хорош, тут мы, безусловно, пишем в ответ сразу же, как почувствовали любовь. Екатерина, какие основные ошибки на вашем опыте как редактора бывают в письмах или, может быть, в сопроводительных письмах? Ну, я вот не знаю, поддерживая меня коллеги, к сожалению, не все, кто пишет тексты, писатели. Вот, ну, просто, видимо, следует признать, что это так, судя по тому, что мы видим в нашей почте. Причем особенно бывает жаль, когда это какие-то тексты, которые превосходно подходят для семейного употребления. То есть наш, пожалуй, самый популярный сюжет самотека – это моя внучка очень любит, моя племянница очень любит, мне вся семья сказала, чтобы я обязательно послала. И, ну, вот на моей памяти ни один из этих текстов не стал потом книгой, хотя упрекнуть их в том, что в них мало чувства или мало приязни к детям, конечно, нельзя. Вот. Это наша вот такая малышовая специфика. В остальном, ну, вот когда это какая-то более или менее большая проза, иногда немного не хватает, если нам присылают синапсис, а нету никакого фрагмента текста для того, чтобы понять, как эта история написана. Ну, то есть ты только по стилю самого письма можешь догадываться о том, что это вообще за книга и что тебе предлагают. Не знаю, что тут можно посоветовать, кроме того, что... А, ну и, естественно... Я могу рассказать самую главную ошибку, когда пишут письма. Это моя любимая просто история. Я когда получаю такое письмо, я раз в месяц получаю такое письмо, но точно, иногда чаще. Это когда написано «Здравствуйте, вы самое лучшее издательство на Земле». Лучшее издательство, чем ваше, не существует. И я мечтаю издаться только у вас. Все мои дети, внуки, правнуки, кошки, собаки мечтают, чтобы книжка вышла в вашем издательстве. И ты открываешь список адресов, и там стоят все твои коллеги из любого издательства России, которое только существует. Дорогие авторы, не делайте так. Это Вика оскорбляет. Наташа, а если книга хорошая? Я не читаю. Не читаю, ну, честно, не могу я. Ну, потому что, когда история начинается с вранья, ну, как бы зачем идти дальше? Еще впереди редактура, ее же пережить надо. Вот, нет, я просто не играю в это, и все. Потому что, когда вы мне пишете, что я отправила это в 70 издательств, кто первый ответит того этапки, это честно и справедливо. Успели, успели, не успели, ну, разошлись. А когда вы начинаете с тысячи комплиментов, за которыми не стоит ни слова правды, и вам просто важно издать свою книгу, как и любому другому автору. Ну, это, ну, нечестно. Мы же люди все-таки. Ну, я тогда к этому добавлю, наверное, вот просто про самое базовое. Вот если начинать с азов, с азов, не с того, почему ваши тексты нам могут не понравиться, а с того, как вообще устраивает такое себе приключение вот написать в издательство. Очень-очень хорошо, когда автор зашел на сайт издательства и посмотрел, что там оно вообще издает. Вот это, на самом деле, совершенно бесценно. Потому что, когда мне присылают какой-то феноменальный фикшн про каких-то орков, превращающихся в Ленина и в Гитлера, это может быть сколь угодно хорошо, как бы это ни было ужасно, но это совершенно точный не профиль издательства. А посмотреть, что в издательстве есть и какими там книжками оно козыряет и за что оно себя особенно хвалит, это, мне кажется, и несложно, и совершенно бесценно в этом контексте. Да, я соглашусь с Екатериной, но, вы знаете, бывают случаи, когда, ну, скажем, из издательства детское приходит взрослый текст, вот здесь действительно ты думаешь, ну, люди, ну, вы же хотя бы посмотрите, да, на какую аудиторию мы работаем. Вот, с другой стороны, иногда бывает, что у нас нет такого направления в нашем издательстве, но пришел интересный текст, и вот, в частности, Абра-Козябра, молодое издательство, мы развиваемся, вот, и мы такие смотрим и думаем, интересно, может, нам затеять такую серию. Или бывает, что автор показывает нам что-то, мы говорим, слушайте, да вы неплохо пишете, но нам вот не это надо, нам надо другое, у нас вот такие направления. Автор говорит, да, ну, вот у меня есть вот такой еще текст, не сомневаюсь, что он вам подойдет, но все-таки прикрепляю его к письму. Я открываю, совершенно волшебный текст нам подходит, просто автор не очень понимает, что именно все-таки издает издательство. Несмотря на то, что этот автор, я встречалась с такими случаями, он был на сайте, вот, смотрел какой-нибудь вот круглый стол, типа нашего, просто он как бы не сумел разобраться. Ну, так тоже, к сожалению, бывает. Ольга, давайте перечислим, какие сейчас есть тренды у вас, и, может быть, например, можно ориентироваться на количество продаж, то есть самые популярные книги, которые продаются, и какие у вас были кейсы за прошлый год? Ну, не всегда одно популярное у одного автора сработает, у другого автора, понимаете. Это здесь еще играет большую роль название и обложка. Как ни крути, нам привыкли рассказывать, что текст – это самое главное в книге, безусловно, это так. Книжку с ужасным текстом и сюжетом никто читать не будет. Но, тем не менее, все-таки бывает, что книга выстреливает из-за какого-то очень удачного названия и обложки, правда, так и случается. Хотя, казалось бы, книжки практически, ну, при всем уважении, да, идентичные. У нас сейчас лучше всего продаются и в тренде исторические приключения. Причем это книжки, которые… Художественные истории, которые описывают жизнь детей, подростков в определенных эпохах. И это не только подростки, которые, ну, вот, живут, да, в этой эпохе, но и попаданцы, скажем так, не в самом пошлом смысле этого слова. То есть это какие-то дети, которые… Ну, вот у нас есть книжка «Дверь в Англию», там девочка, в общем, открывает дверь и оказывается не в Нарнии, а в викториатской Англии. Так случилось. Наталья, давайте вернемся к вам тоже немного. Каким рукописям вы были рады прямо сейчас? То есть если вот завтра вы бы открыли почту, увидели какого-то нового автора, что бы это могло быть? К хорошим рукописям я была бы рада прямо сейчас. Я бы даже сегодня тогда открыла почту и села бы их читать. Эти прекрасные, хорошие рукописи, желательно в большом количестве. Но мир выглядит так, что действительно из тех там 50-100 писем, которые тебе приходят на почту, ты берешь крайне немного. И вот у меня была достаточно жуткая ситуация рабочая, у меня 1 декабря, мы читали редакции письма, которые пришли нам 1 апреля. Ну то есть у нас был большой производственный план, и мы не добирались до рукописи вообще. И вот мы весь декабрь разбирали рукописи. И вот сейчас у нас 24 ноября, и мы 11 текстов отобрали. Ну то есть я не знаю, какая часть из них еще свободна, не свободна, но это вот то, что мы пока прочли. То есть сколько из них войдет в договор, я не знаю, но это, в общем, огромное количество текстов с очень маленькой выборкой. Поэтому я не могу сказать, что есть какие-то темы, которые меня сильно интересуют или сильно не интересуют. Конечно, если вот у меня есть книжка про мальчика, который шел из дома. У нас, например, есть книжка «Ирина Мушковая, мальчики не плачут». Наверное, мне вторую такую книжку не надо. Я здесь, конечно, четко тоже выступаю за то, чтобы все-таки автор понимал, кому и что он предлагает. Плюс, конечно, такая ошибка дебютантов, что не всегда писатели, молодые, начинающие, могут четко определить, на какой возраст они написали книгу. То есть они уверены, что, например, это будут читать в 13 лет. А я понимаю, что это не будут читать в 13 лет. Ну вот разве что под дулом пистолета собственных детей можно усадить, читать в 13 лет своим авторитетом. Но, собственно, больше никаких доводов, кроме пистолета, ты там не найдешь. Потому что герои там 6, например. И очевидно, что 8 – это потолок возраста читателя для этой книги, и никуда ты от этого не уползешь. Поэтому у нас очень широкие, в общем-то, критерии, которые мы озвучиваем. И мы просим прислать нам тексты от двух авторских листов. Ну, собственно, пожалуй, это единственный критерий, который мы сейчас выставляем. Если это ложится в какую-то из наших серий, это хорошо. Серии можно посмотреть на сайте. Они, в общем-то, тоже четко сформированы и очень просто устроены. Там нет никаких подводных камней, чтобы в этом не было возможности разобраться. То есть у меня есть ограничения по объему. Ну, собственно, я искренне восхищаюсь людьми, которые умеют делать книжки для маленьких. Я ненавижу делать книжки для маленьких. Мне кажется, что это огромный труд, какая-то нереальная ответственность. Даже когда это 40 страниц, казалось бы, что там делать. Но сделать те 40 страниц так, чтобы мама эту книжку ненавидела, потому что ребенок знает ее наизусть и просит перечитывать по 70 раз. Понимаете? Это уметь надо. Но я не очень хорошо это делаю, как мне кажется. Поэтому я за эти книги просто не берусь, потому что есть огромное количество коллег, которые делают это лучше. А вот то, что начинается от 6 и middle grade особенно, это книжки на 8-11, когда ты еще не подросток, но уже чуть-чуть немножко, да. Они вот такие очень-очень для меня важные и интересные. И бесспорно, конечно, какую-то качественную прозу реалистичную мы всегда с радостью читаем. Но здесь тоже есть такая очень частая ошибка авторов-дебютантов. Они почему-то думают, что социальное проза на коне, во-первых, это не так. То есть мне вообще не кажется, что есть время, ну, какие-то есть, бывают какие-то всплески, вот сейчас вот так очень модные антиутопии, например. Но это совершенно не говорит о том, что через два года, когда ваша книжка будет выходить, или там через полтора года, когда закончится ее производственный процесс, вот она ляжет на полке книжных магазинов, что антиутопии будут еще ого-го. Ну, то есть тут вообще нельзя как-то мерить вот этими трендами сегодняшнего дня, потому что производственный цикл книги очень длинный. И это тоже надо, ну, как бы держать в голове, что издатель, в общем-то, беря любую книгу в работу, изрядно рискует большими деньгами, потому что, ну, это может просто там не пойти по той или иной причине, и это будет тогда долго, тяжело и сложно. Вот. Поэтому просто, как бы, это должна быть качественная книга. И, пожалуйста, если вы берете за социальную прозу, ну, не надо писать книжки, где мама с папой разведены, у бабушки оторвало ногу, у тебя проблемы в школе, и тебя буллет, там, не знаю, сестра с инвалидностью, и поэтому тебе очень тяжело жить дома, и вот на тебя все это, обязательно кто-нибудь пьет еще, и все это вкупе, ну, дай бог, чтобы еще не ты пил. Ну, вот, пожалуйста, то есть если вы берете какой-то фокус одной социальной проблемы, ну, работайте с этим, раскроете ее хорошо так, чтобы вам можно было поверить. Ну, то есть не то, чтобы мы не любили книжки про проблемы, но очень часто вот за попыткой угнаться за трендом, что вот социальная проза ого-го, да, и мы там говорим о книжках, которые относятся к этому жанру, о нем говорят литературные критики, пишут в газетах там или что-то еще, мы почему-то не знаем меры. Вот, пожалуйста, давайте помнить о том, что литература, это должно быть красиво, и пусть это будет емко, пусть это будет громко, да, с вашей стороны, пусть вас услышат, но сделайте это, пожалуйста, элегантно, потому что очень часто, я причем пишу отказ, что как бы я пишу, кстати, отказы героические, то есть, ну, я краткие отказы пишу, пишу, нет, нам не подошло, там, удачи, успехов, счастья в личной жизни, вот, но такие очень, как бы скромные отказы пишу, а когда вот я такое встречаю, я даже развернуто пишу, что как-то многовато вы проблем взвалили на 12-летнего ребенка, главного героя, ну, как бы ему же жить еще потом, и желательно без психотерапевта, вот, и читателям хорошо бы после этой книжки не тратить деньги на психологов, а тратить деньги на книжки, ну, потому что наша цель, она вообще такая, да, чтобы люди тратили деньги на книжки, а не на психотерапевтов, и мне пишут, нет, это автобиографичная история, я говорю, ну, слушайте, жаль, что это автобиографичная история, но это не повод, не повод, да, то есть все-таки вы должны четко понимать, что вас будут читать и дети, и родители, и главная проблема российского бизнеса, ну, как мне кажется, вот, как я ее себе вижу, что в нашей стране, сколько бы лет не было этому несчастному ребенку, книжку будут покупать его мама, и это всегда очень тяжело уговорить и родителя, доказав ему, что эта книга, ну, безопасна, полезна, любой глагол возьмите, который вас устроит, и одновременно сделать эту книгу такой, чтобы подростку не казалось на чем-то покрытым плесенью, чтобы это не выглядело для современного ребенка, вот, вот, правда, она всегда посередине, и, пожалуйста, бейте чаще себя по рукам, когда вы пишете тексты, письма в редакцию, там, что бы вы ни делали, ну, то есть всегда должно быть чувство меры, потому что я вот пишу отказанно, я вот вам могу сказать, что я вот на письмо, где я пишу, простите, пожалуйста, все-таки не наш текст, успехов, счастья и радости, я раз в полгода получаю в ответ матерное письмо, какой я плохой редактор, вот, или какие у меня неграмотные люди со мной работают, и потому что вот мы не взяли такое великое творение, но вот вы понимаете, что после этого, в общем-то, ни одна ваша книжка в моем издательстве, ну, точно не выйдет, потому что там люди сидят, они трудятся, читают ваши книжки по дороге на работу, они читают их в метро перед сном, они круглосуточно читают, и, конечно, они будут бороться за любой хороший текст, но если они вам отказали этой книге, у вас впереди еще целая жизнь может выйти так, что там следующая ваша книга будет издана, и у нас много таких примеров, да, когда мы первую книгу человека не берем, потом он потрудился, и вышел совершенно другой текст, и он классный, но, конечно, если вы видите в издателе врага, или вы начинаете с враньяда, вот, как я уже говорила, это такая, ну, это может быть очевидно, что это вкусовщина и лично мои тараканы, но вот они у меня есть, понимаете, их у меня мало, я их берегу, и считаю, что лучше пусть они будут они у меня, чем какие-то другие, вот. Наталья, спасибо огромное, я думаю, что очень полезный ответ, и в эту же немножко тему, вообще несколько вопросов, вопрос ко всем редакторам, есть идея рассказать детям про детство, то есть взрослый человек рассуждает о своем детстве, делясь своими мыслями, насколько это может быть интересно издательству, и часто спрашивают, стоит ли продолжать там тренд советской литературы, и вот как не сделать книгу слишком взрослой, кто может начать отвечать на этот вопрос? Может быть, Ольга? Давайте я попробую. Давайте, Екатерина. Ой, я Ольга, да? Нет? Да, 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 да. Я, на самом деле, и на лето отвечу отчасти, но не очень конкретно, извините, и немножко встроюсь еще в разговор про тренды, потому что тренды, ну, товарищи, книга – это, на самом деле, довольно долгий путь, особенно детская книга, потому что мы знаем все про скорости взрослого книгоиздания, когда вжих, вжих, там, я не знаю, 10 переводчиков все или там что-то сделали, или просто, в принципе, вот вчера произошло событие, и вот уже о нем послезавтра книга отправляется в типографию. Так бывает. Детская книга – это всегда долго. Не только потому, что она иллюстрированная, а потому что больше работы, больше ответственность, чтобы вы знали еще, как трепетно мы, во всяком случае, но мы смотрим, что читатели наши тоже относятся даже к печаткам в книгах. Ну, в общем, путь долгий, тренды прогорают. Тренды на уровне издательского бизнеса, ну, то есть вот что сейчас вообще, нон-фикшн или фикшн, что сейчас вообще надо делать. Про девочек или про зверушек. Ну, на самом деле все зависит от того, кто вы такой и с чем вы пришли. Мне кажется, что это вообще самое важное, что можно сказать автору, и в ответ на рассуждение о детстве или размышление о детстве, как там это было сформулировано, это звучит немножко опасно. Но тут вопрос, как вы предполагаете это сделать. Мне кажется, что очень важно помнить всегда, когда ты приходишь, даже не к издателю, даже к собственному письменному столу или чем вы там оборудованы. Вот этот вопрос к себе, кто я такой, что я здесь делаю, зачем я пришел и что я хочу сказать. Потому что я хочу написать детскую книгу, это вообще, ну, это очень опасно. Мне кажется, так просто не бывает. У вас обязательно должно быть что сказать. Если у вас вот было что сказать, и у вас были средства для выражения этого каким-то языком, который оценили бы читатели, и вы вооружены какими-то приемами, с которыми вы донесли свою мысль, так что у всех все внутри задрожало, вы попьете любой тренд. Как вот и то, про что говорила Оля, если книга хорошая, но у нас нет под нее серии, у нас нет под нее издательства, у нас нет под нее мозгов, мы обязательно справимся. Потому что, ну, вот правда, когда говорят нам, пожалуйста, хорошие тексты, а плохих нам не надо. Ну, вот шутки шутками, ну, чисто уж правда, но вот бывают хорошие тексты, которые немедленно вызывают во всех какое-то колоссальное приятие и желание что-то с ними сделать, даже если ты под них не очень заточен. А бывают такие тексты, которые, ну, извините. И поэтому, стоит ли делать книги, как в советское время? Стоит ли рассказать детям о детстве? Да, конечно, стоит. И то, и другое. И нет, конечно, не стоит, если вы не очень понимаете, как вы сейчас это будете делать, а вот только этот формальный признак вы собираетесь соблюсти. И тут вот задали вопрос, а сколько длится процесс производства? Долго это сколько по времени? Ну, у нас получается от восьми месяцев до полутора-двух лет. У абра-казябра это очень сильно зависит от объема. У нас есть книжки на 48 страниц и книжки побольше. Но все наши книжки абсолютно иллюстрированы внутри. Это занимает, конечно, гораздо больше времени, чем просто текст без картинок, например. И мы работаем над каждой книжкой примерно от семи месяцев до полутора лет. Я назвала бы год как что-то среднее. Тоже, в общем, примерно потому же. Не потому, что нельзя издать книгу быстро, если очень хочется, а потому что тоже всегда, к сожалению, надо помнить, если у вас там мягкое место и вас расстраивает, что вот вы прислали, вас вроде похвалили, вроде с вами работают, а чуть никто не мычит, не тельтся. Все отлично тельтся. Но у всех был издательский план, потому что без него нам конец. Издательский план – это значит, что каждый месяц должно выходить какое-то количество книг. Значит, к этому месяцу надо подгадать, чтобы они уже были проиллюстрированы, вычитаны, подготовлены к печати. Я не знаю, что еще. Вот это вот все. Это значит, что вы все равно встраиваетесь в какую-то очередь. Если вы покорили сердца вообще всех, вы встраиваетесь в середину этой очереди. Ну, поэтому год. Поэтому год даже на самую малышовую, малышовочку маленькую. Или больше. Или, да, или гораздо больше. Ну, и бывают случаи, я добавлю, что, конечно, работа над книжкой задерживается. Все мои люди, надо понимать, работа над книжкой – это огромное количество участников процесса. И если что-то случается, какой-то форс-мажор с одним из участников, ну, то есть, например, с художником, вы уже работали с ним 4 месяца, то вы начинаете все сначала. И это непросто. То есть это решается даже не за неделю. Это снова поиск, это снова очень большой объем времени, пока вы заказываете пробную иллюстрацию и понимаете, подходит вам иллюстратор или нет. Вот. Именно поэтому в договорах обычно есть пункт, когда мы покупаем текст у автора, через какой срок книга должна быть издана. То есть мы не обещаем, что она выйдет через полгода, потому что очень часто мы просто не властны над этим. Вот. Есть обстоятельства. Да, огромное спасибо за ответ. И немного хотелось бы еще поговорить про иллюстраторов. Вопрос ко всем редакторам. В каком формате вам удобно и приятно получать портфолио иллюстраторов? И был еще вопрос, можно ли прислать бесплатную иллюстрацию книги как испытательный проект? Кто начнет? А что такое вот это последнее? Я не очень поняла. Ирина спрашивает, если она хочет прислать бесплатную иллюстрацию в качестве такого тестового задания из издательного проекта? Вообще ищет этап издательства иллюстраторов? Готовы ли мы заказать пробу? Да, да, да. Видимо, вот это значит. Ну, я, наверное, не бросалась бы так прям предлагать какие-то пробы. Сразу пришли к нам портфолио. Портфолио можно присылать вообще в любом виде. Абсолютно. Мне кажется, что сейчас каких только видов это не имеет. Вас должно быть хорошо видно. Даже вот оставим в стороне, если вы очень разноплановый, разножанровый художник, и у вас все жутко разное, пришлите все. Обязательно пришлите все. Мы разберемся, что заказать и в чем вас попробовать. Мы даем пробные иллюстрации. Есть проекты, где мы работаем без пробы, но это вот с незнакомыми нам людьми не часто бывает. Мы заказываем пробу. Если проба нас устраивает, мы, разумеется, ее оплачиваем, заказываем книгу, продолжаем работу. Если проба нас не устраивает, вот прям совсем как такое с нами получилось, извините, нет. Если проба нас не устраивает, но при этом понятно, что это наши моральные проблемы, почему вот нам не подошло такое рисование, хотя мы знали, на что шли, или там это была трудоемкая какая-то работа, и мы понимаем, что, в общем, автор постарался сделать все, что мог. Просто не наш это метод. Мы такое оплачиваем тоже. А в каком вообще, то есть, получается, можно прислать любое портфолио и ссылкой, и примеры вложения, то есть как уже удобно иллюстратору? Ну вот, я бы уточнила, что все-таки присылать ссылку только на известную всем запрещенную социальную сеть в качестве своего портфолио все-таки не стоит. Пожалуйста, сделайте альтернативный вариант какой-то, чтобы не нужно было пользоваться какими-то подпорками, чтобы туда заглянуть. Это не очень удобно. А в целом, да, в общем, все равно. Но, правда, есть один момент, хотя, может быть, сейчас так уже, что-то я не припоминаю, бывало ли такое, когда огромный zip-архив, который нужно скачать к себе, долго-долго качать, потом открывать на своем компьютере, потом ты смотришь и понимаешь, что там тебе ничего не подходит. Ну, вот есть, наверное, да, два варианта наказания. Это огромный zip-архив или это миллион пристегнутых к письму джипенгов. Внутри письма, чтобы они разливались. Внутри письма, да, и все плохого качества, еще все плохого качества, половина битая, что-то не открывается. А, и да, это прям вот супер важно. И что-нибудь бочком. Так что ты сидишь и все портфолио смотришь вот как-то вот так и ненавидишь себя за это. Это нет, ну, это, слушайте, мне кажется, так уже никто не делает почти. Ну, делают, делают, делают. Вот, хороший вариант, это ссылка на какой-нибудь Behance или Illustrators, Ru. Это действительно удобно. Там же все разумно. И в PDF-портфолио прекрасно собирают картинки в маленькую легкую PDF-ку, и, конечно, это удобно и скачать, и сохранить, и на памяти оставить. А я вот подписываюсь на аккаунты на том же Behance, на Illustrators, чтобы просто не потерять этих людей. Если они сегодня мне не подходят, но я вижу, что это какие-то очень приятные иллюстраторы, и сейчас мне этого не надо, но когда-нибудь, может быть, и надо. Поэтому вот я так поступаю еще. Да, это правда. Это, наверное, вот я добавила бы, что если вы присылаете портфолио в любом виде, мне однажды прислали анимированное портфолио, это было вообще потрясающе совершенно. Вот. Если вы присылаете что-то вот какое-то очень хитро выкрученное, но при этом у вас есть традиционные аккаунты на Behance и Illustrators, я не знаю, на чем еще. Запрещенную сеть, пожалуй, тоже не назову. А вот Behance и Illustrator, да. Вот просто, чтобы вы знали, что мы на вас где-нибудь подпишемся. Их просто добавьте тоже до кучи. Спасибо огромное. Много вопросов про жанры. Интересны ли сейчас сказки, стилизации под русские народные? И тоже дополнение, переработка различных мифов, легенд. Интересны ли издателям сегодня? Ну тут вопрос исполнения, понимаете? То есть если сделано хорошо, то это одна история. Если это сделано плохо, то это совершенно другая история. Но надо четко понимать, что, в общем-то, это достаточно узкая аудитория. То есть я не беру в расчет руссконародные сказки, они, может быть, и шире, да. То есть если это как-то там красиво сделано, уже есть русская сказка, последний богатырь, которая собрала неплохие кассовые сборы в кино, да, диснеевский проект. Ну то есть это же тоже вопрос того, как это будет сделано. Но то, что мифы, легенды, особенно если это какие-то не, ну какие-то не кассовые, да, штуки, не у всех они на слуху и на ходу. То есть если это не кун, и это не мифы Древней Греции, когда это у всех на языке, и это все равно пятый класс истории, да, школьные программы, то аудитория у этого узкая. Это нужно понимать, и не каждое издательство это возьмет. Я не возьму, например. То есть я взяла одну книжку в портфель стилизации под руссконародные сказки как раз. Ну то есть там некие выдуманные персонажи, но они вот скорее похожи, да, на персонажа руссконародных сказок. Вот с привкусом старины, я бы сказала. Вот, но мне хватит. Ну то есть мне вот одной книжки на ближайшие 100 точно хватит, не дай бог с ней совладать. Я ее нервно люблю, она очень хорошая, но как бы очевидно, что я не буду раздувать эту историю. Это как книжки про Новый год. Ну то есть если вот их есть несколько, да, ты будешь брать их крайне аккуратно, потому что Новый год раз в год это книжки, которые продаются два месяца в году. Ну то есть здесь будет другая узость у аудитории, но она тоже узкая. Ну вот про мифы я, например, добавлю, да, чистая правда вопрос исполнения. То есть тут на самом деле так, если у вас есть конкретная книжка про мифы, вот прям конкретный, супер конкретный текст, зачем вы спрашиваете в целом про жанр? А если у вас нет такого текста готового, а вы просто подумали, не написать ли что-нибудь вот в таком ключе, то мы возвращаемся к пункту один, кто вы, зачем вы здесь и что вы хотите сказать. Потому что если вы собрали сюжеты разных мифов, разных народов, из самых неожиданных мест, самыми неожиданными персонажами, предметами и локациями, и как-то ловко их расположили, и офигенно их рассортировали по категориям, и они все лежат там по какому-то, вот в каком-то приятном порядочке, и как-то это все изложено прелестно, но это отличная книга, она хороша во все времена. А если вы говорите о том, что вы какие-нибудь там мифы рассказали в духе современного фикшена и пересыпали их подросточками, ну это будет просто совершенно другой текст. И да, он стремный. Спасибо вам огромное. Друзья, мы ближемся к завершению, и хотелось бы в конце такой небольшой подыток рекомендации молодым актерам. Вот здесь многие спрашивали тоже, какие критерии для вас качественного текста, может быть, тогда приведем парочку примеров тех книг, которые нравятся вам лично, среди, может быть, даже выпущенных в вашем издательстве, на которые стоит равняться. Давайте начнем с Натальи. Ой, а можно не с меня, хочется сказать, можно я выйду? На самом деле у меня рекомендация очень простая. Ну то есть, во-первых, помните, что ваш герой в этой жизни, если вы хотите писать, должен быть Мартин Иден. Ну то есть я не про то, что мы все должны закончить жизнь самоубийством, а про то, что трудиться надо уметь, и литература – это труд. Ну то есть даже поцелованные Богом люди вот в самую-самую макушку невероятно трудятся, и известные маститые писатели – это не просто вот так произошло. То есть они трудятся над каждой редактурой, они трудятся, перелопачивая эти рукописи по сотне, по четыре сотни раз. Будьте критичными к себе – это раз. Ничего не бойтесь, ну то есть получать отказы не страшно, страшно, ну как бы не писать, если для вас это важно. Но и, пожалуйста, ну не равняйтесь в оценке качества текстов на своих родственников. Ну то есть это худшее, что можно сделать, потому что когда ты пишешь для семьи, и семья тебя читает, это одна история. Но когда вам нужно продать пять тысяч книг, пятнадцать тысяч книг, хорошо помните о том, что все-таки аудитория, значит, у книжки должна быть в разы больше, чтобы у него появилось, ну вот хотя бы эти там десять-пятнадцать тысяч читателей. А это, собственно, ну два-три издания – это не так много, как вам кажется. Не забивайте голову себе, вот всеми, я вот листаю чат наш, всеми вот этими безумными вопросами, насколько важно сопроводительное письмо. Ну как бы, да не важно ваше сопроводительное письмо, ну просто нахер не шлите редактора, и все хорошо будет. Пишите от души, как вам пишется. Мне не важно, сколько у вас литературных премий, мне не важно, какие курсы вы закончили, не пошутили вы, как вас зовут. Вот у меня было классное письмо, где мне, значит, автор написал, а еще у меня хаски. Я такая смотрю, у меня просто дома хаски, вот тут топотала, это моя собака. И я, значит, смотрю, думаю, ну классно, это главное конкурентное преимущество. Ну то есть, пожалуйста, просто будьте с собой и относитесь к себе строго. Помните, что вашу книжку должны прочитать не только ваши друзья, но и совершенно незнакомые люди. Вот Олег, который пишет, что перелопачивает рукописи много раз бездарно. Нет, Олег, все перелопачивают рукописи по много раз. Даже самые известные писатели, которые живут на гонорары, ой, их в нашей стране не так много. И трудиться над текстом, это нормально, потому что вообще писатель, это работа. Вот вы приходите на работу, если вы поработали хреново и сделали плохой отчет годовой, вот вы бухгалтер, вы потом сядете и переделаете этот отчет, чтобы он у вас вышел хорошим и правильным, и вашу компанию не закрыли. Вот с писательством все ровно то же самое. Ну то есть, это труд, большой труд, и не всем дано, понимаете. Вот я не иду оперировать никому из вас аппендицит, наверное, потому что у меня не очень выйдет, несмотря на то, что у меня бабушка хирург и папа хирург, но это не аргумент, понимаете. Так и вы, пожалуйста. Ну то есть, понимаете, что несмотря на то, что тут очень много тонких материй, литература это вообще про чувства, да, и про эмоции, и про, не знаю, про какой-то, ну в моей голове, про жизнь, про будущее, да, литература, но, пожалуйста, критично к себе, к себе, и менее критично к людям вокруг, потому что иногда у вас хорошие тексты, просто они не наши. Ну то есть, так тоже бывает, это не повод, ну вам переставать писать, да, нам переставать читать в данном случае. Наталья, огромное спасибо, по-моему, очень полезный ответ. Екатерина, давайте, наверное, продолжим с вами. Какие вы можете... Есть такая штука, как бы ее правильно назвать, ну, допустим, художественная убедительность, она всегда очень заметна в иллюстрации, и, ну вот, поскольку мы много занимаемся историческими книгами, вот бывает, что художнику прислали миллиард референсов, вот он все рукава, манжеты, пуговки там, какие-то полки каминные, все он у тебя видал уже по три раза в образцах, причем там супер правильно, а нарисовал какую-то ерунду, и вот ты смотришь и не веришь. А бывает, что художник присылает тебе какую-то иллюстрацию, ты смотришь и думаешь, боже, как это прекрасно, потом присматриваешься и думаешь, я вообще ничего не понимаю, какие тут манжеты, и что-то, ну, давайте проверим, вообще-то ты правильный, все втуг, это не на столе, тут промазывает человек, но это ты разумом делаешь. Это не в смысле, что один плохо рисует, а второй хорошо рисует, вот не-не, просто у одного есть вот этот вот чудесный дар, когда он что-то не понимает, рисовать очень убедительно. Это относится и к авторам тоже. Это, ну ладно, я не буду тратить на это время, есть сказка, где там литературный, мальчику что-то снится, выдуманная тетенька куда-то его ведет. Она, поскольку вся эта реальность вокруг них совершенно не натуральная, и она не очень понимает, что с этим делать, она очень как-то убедительно там возится с ключами у замка, хотя она не открывает эту дверь, но вот все манипуляции, которые надо, она произволит, и мальчик полностью уверен в реальности происходящего. С авторами то же самое. Нельзя сказать, ну я не могу же сказать, пишите по-русски, потому что писать не по-русски неграмотно плохо. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что если в вашем тексте, какой бы он ни был, пусть в нем 10 строчек, пусть он детские стихи в прузе, если в нем есть вот эта волшебная художественная убедительность, она, как правило, происходит из того, что вы хотите вообще сказать. У вас есть какой-то месседж, он из вас рвется, вы его сказали, вы убедили, то все будут максимально снисходительны к вашим несовершенствам, к тому, что вы, может быть, где-то там не очень хорошо что-то написали, что у вас где-то что-то там разголосовано. На это есть редакторы. Как ни странно, хорошая книга, это не значит, что она грамотная. Это значит, что она обладает художественной убедительностью. Сколько бы в ней ни было знаков, какой бы она ни была жанра, и это не отмазка, и не способ сказать вам, пишите хорошо, не пишите плохо. Но вот действительно бывает такое волшебство. Спасибо огромное, Ольга. И в финале давайте послушаем ваши рекомендации. Сложно уже что-то добавить, потому что сказали мои коллеги, все верно, я присоединяюсь двумя руками и ногами ко всем сказанным словам. Хочу только пожелать авторам, не сдавайтесь. Действительно, писательство – это труд, это большая работа над собой. На это нужны много лет. Невозможно 1 января задумать, что ты напишешь к концу года книжку, и она обязательно выйдет. Возможно, вы напишете 10-15 текстов в стол, и только после этого случится какой-то прогресс. Сейчас еще один маленький комментарий. Не варитесь собственным соком. Если вы ничего не делаете, просто вот сами пишите, 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 не принимайте к сведению. Иногда бывает, что издатели отказывают аргументированно, и не… Вот как Наташа, я иногда бывает тоже комментирую, что можно было бы исправить, не очень сильно углубляясь, но тем не менее. Если вы находите каких-то хороших, хотя это не просто редакторов, с которыми можно работать и развиваться, это здорово, стремитесь, работайте над собой, не сдавайтесь. Спасибо вам. И читайте, и читайте, обязательно читайте. Вот что. Что-то мы про это не сказали. Очень много надо читать, когда сам что-то хочешь написать. Да, согласна. Хороший комментарий. Тут у нас обратная связь. Мы все вас благодарим. Такой крутой жилой вебинар. Спасибо большое, пишет Ирина. Спасибо вам за вопросы, дорогие друзья. Спасибо нашим гостям. Вот мы знали, что вот этот комментарий о том, что мы классные девчонки, никто не прочитает. Да. Вот так вот. Мы прочнее. Мы успели. Да, все успели. Друзья, еще хотелось бы рассказать о нашем небольшом конкурсе, который проходит в этом канале. Как раз есть возможность выиграть книги всех издательств, посмотреть редакционный портфель, ознакомиться и, возможно, в следующий раз уже разыгрывать будем мы вашу книгу. И также напоминаю про промокод «Лабиринт», который дает 10-процентную скидку на курс. Завтра всем придет запись вебинара и презентация, где мы все обобщим и у вас будет уже полная информация по каждому издательству. Спасибо вам огромное. Приятного вечера и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова